Третий год подряд юные хоккеисты встречаются на рядовых площадках области в рамках первенства Омские Орлята на призы регионального отделения партии «Единая Россия». Более тысячи ребят из 29 районов Омской области сражались за возможность попасть в список участников второго зонального этапа соревнований, который стартовал 13 января в Муренцевском районе. Этот турнир идет третий год. Два года подряд он проходил в Калачевске. В прошлом году я там имел участь присутствовать. Посмотрел на весь этот азарт, на всю эту мощь, на все эти горящие детские глаза. Тот позитив, который вообще вокруг этого турнира происходит. Я попросил организаторов следующий турнир провести у нас. Ну, собственно, вот откликнулись и сегодня 8 команд мы принимаем на нашей благословенной Муренцевской земле. Вообще класс, позитив, драйв такой. Поздравить юных хоккеистов с началом борьбы за выход в финал и пожелать им удачи прибыл заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Алексей Фадин. Благодаря этому турниру и те лица, которые лично заинтересованы в его проведении, мы стараемся выполнить несколько основных задач. Конечно же, первая задача – это вовлечение детей в занятия физической культурой и спортом. Вторая – чем больше в массовом спорте будет занимающихся, тем больше шансов провести отбор для сборных команд Омской области и Российской Федерации. Играйте, тренируйтесь, ходите на секции, приводите с собой друзей, родственников, товарищей и только так мы сможем с вами поддержать здоровье нашей российской нации. Приятным сюрпризом для всех ребят стала уникальная возможность встретиться и пообщаться с настоящими мастерами Омского хоккея – Евгением Шастиным, Олегом Качесовым, Андреем Самохваловым, Дмитрием Бернатаевичем, Николаем Мариненко, Сергеем Коробкиным и другими знаменитыми экс-игроками «Авангарда». Все они не только наставляли юных орлят, но и провели показательный матч с командой администрации Муромцевского района. Это зрелище впечатлило ребят, вселило в них уверенность в своих силах и еще больше подогрело желание юных игроков пройти на следующий уровень турнира. На протяжении трех сезонов, которых проводим Омские орлята, проводили мастер-классы и ветераны выезжают. Но в этом году первый раз такой хороший морозец, приятные воспоминания. Потому хотели показать ребятам, что можно в любых погодных условиях играть и получать удовольствие от хоккея. Я думаю, что это получается. На протяжении трех дней хоккеисты из Муромцевского, Сидельниковского, Кормиловского, Нижнеомского, Оконечниковского, Калачинского, Черлакского и Горьковского районов отстаивали честь своих команд и прилагали все силы, чтобы именно их коллектив сумел пробиться в финал. Самыми успешными по итогам ледовых баталий в Муромцево оказались спортсмены юности из Черлакского района и Сибиряка из Калачинского. Впечатления вообще хорошие. Здесь и... Ну вот как раз голос забили. Штение хорошее. Живем отлично. Ну только к ним отлично. Это был лишь первый тур второго этапа. Командам из других районов области еще предстоит отстаивать свое право на продолжение борьбы. Следующий зональный турнир Омский Орлята состоится с 27 по 29 января в селе Элита Москалинского района. Редактор субтитров А.Семкин